этот мир мне абсолютно понятен и хочется мне лишь только одного мира спокойствия и умиротворения никакого праздника дживили не дали да и бабы тоже вы слышали здесь кто-то есть здесь кто то есть господи да что за эй красотка ты че здесь делаешь вообще что что живу я тут парни вы хоть раз видели темных русалочек ну да вообще-то недавно фильм от дисней вышел да так ты из этих получается давненько тебя не было на полигоне я успела почернеть так будь здесь не уходи есть идея я тебя вытащу из этого дерьма убери камеру на секунду итак чтобы спасти мою новоиспеченную русалочку красотку темнокожую царицу глубин так сказать мне понадобился вот такой вот большой аквариум здесь где-то тонна 100 литров фактически куб и два метра на полтора и на 50 чтобы это дело закачать водой мне понадобится немало воды из карьеры возможно я смогу сделать это этим насосом который я только что купил есть одно но красотка она ведь говорит типа я ведь не темнокожая типа с рождения я счета в угольном карьере тут не слегка омрачнила свой лик так может быть водичку все-таки посвежее так сказать по есть идейка получше я кажется сказал тонна 100 литров но немножко командант запутался в единицах измерения конечно же тонна 100 килограмм и столько же 1100 литров фактически вот эту штуку я придумал для того чтобы знаете я такой нетерпеливый парень как говорится это как найти русалку и сразу же в загс примерно также у меня я купил этот аквариум но сверху немного не засох и вот когда там будет много воды я боюсь сверху клей разрезется и он распадется а мне меньше всего хочется это делать ведь я хочу сегодня кое-что проверить ну да короче я сделал такие сцепки и надеюсь это мне поможет укрепить дружбу этого аквариума стенок стенок этого аквариума дружба преддверии нового года это лучшее время чтобы подвести итоги и составить годовой план это особенно актуально для руководителя бизнеса который сейчас принимает самые главные стратегические решения определяющие курс компании на следующие 12 месяцев основой любого планирования является распределение бюджета на следующий год и конечно же все мы хотим немного сэкономить оптимизировать до 80 процентов расходы на содержание бухгалтерии выбрать подходящую систему налоговложения провести аудит и освободить время потраченное на поиск персонала поможет вам кто поможет вам маку на протяжении 10 лет первый в россии бухгалтерский конвейер мако эксперт является надежным помощником для руководителя бизнеса любой формы собственности по всей россии мако гарантирует что вы передаете свое предприятие в руки высококвалифицированных специалистов получая при этом полную материальную ответственность мако освободит вас от бремени поиска и найма профессиональных кадров возьмет на себя ведение бухгалтерского и налогового учета что позволит сосредоточиться на основных бизнес-процессах и до 80 процентов сократить расходы на содержание бухгалтерии теперь без всяких условностей первый месяц знакомства является бесплатным вы можете попробовать передать мако как часть функционирования бухгалтерии так и полностью перевести всю ее на обслуживание профессионалам штатный бухгалтер универсал не в состоянии полноценно следить за нескончаемым потоком информации и обновлением законодательной базы мако же никогда не пропустить ничего важного всегда поможет принятие правильного решения и подскажет лучший путь по минимизации налогового времени всего за 2000 рублей в месяц вы получаете бухгалтерию уровня больших корпораций на вас работает не один универсал а шесть специализированных департаментов готовых взять на себя все вопросы связанные с бухгалтерским и налоговым учетом большими плюсами является полная материальная ответственность отсутствие трат на программное обеспечение и бесплатный аудит на старте переходите по ссылке в описании на мако эксперт и насладитесь этим первым месяцем бухгалтерии бесплатно и лопнул мирно пополам надеюсь этого не произойдет водичка все-таки угольная получилась как бы я не хотел обратного с насосом было бы быстрее но насос сосать не хочет будет реклама сиджи под здесь бы хорошо вписался тюменский лон маск но в этом выпуске его нет ну и подсветочку конечно же я взял с собой вы же не думали что я буду делать это без подсветки подсветочка конечно может пригодиться потому что я могу идти в ночь так сказать со своими экспериментами надеюсь русалка дождется ну чё нормально льется нормально лучше чем ничего опа в 20 в две струи это мужицкий дождь аллилуйя мужу дождь из мужиков приструнить русалку она подойдет такая и типа этот аквариум недостаточно чистый для меня она после угольную угольного карьера и короче смотрите у меня есть такая бомбочка называется хлорный короче очиститель я бросаю вы сюда и возможно водичка станет еще чище на нее надеюсь это никак не повлияет а то пока получим это перед джеймс но вы понимаете погнали по-моему ничего не происходит что ты забыл в этой идее я считаю тебе нужно переехать я понимаю в нашем городе обстрелы не очень с водой раньше бывают они раз в неделю примерно вообще-то я думал ты ниже по моему твой размерчик смотри-ка я думал она хотя бы резиновая ладно просто там где мы снимаем не только проблемы с водой но и с женщинами не очень в общем смотрите эксперимент такой русалка наша новоиспеченная она кстати не русалка у нее даже хвоста нет она будет стоять вот здесь или с другой стороны и мы посмотрим способна ли толща воды спасти вот так стоит молодец стой вот так у меня сегодня два грантомета возможно у меня получится использовать только один потому что меткость команданте целкость команданте меткость команданте никак не запомню как это правильное слово называется короче смотрите у меня два метра воды два метра на 50 воды у меня два гранатомета рпг-75 м чехословацкий и американский м 72 лав начну я наверно с американского гранатомета и мне интересно сможет ли человек выжить за двумя метрами воды то есть нырнуть и тыс не по нему кумулятивной струйкой бабах и он такой типа добрый вечер я русалочка была белая стала черная но вы понимаете сломую камеру поставим поставим айфоны и наверно стрелять я буду вот оттуда так есть нюансы если я буду стрелять сейчас вниз то я могу попасть вот в этот холм и меня может зацепить но ну и хрен бы с ним короче выдираю чеку выдергиваю собственно вот эту вот крышечку раздвигаю механизмик а это у нас вообще просто отпадает до выдвигаем об так ну и собственно я сейчас вот эту фигню вперед делаю и и нажимаю да типа да далеко не факт что я попаду честно говоря так 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 мы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Походу, да. Я прямо в бугор целился, прикинь. О май! Да что здесь происходит, твою мать? Так, так, так. Или как там в кино говорят? Вэл, вэл, вэл. Фу! Вы посмотрите на эту красотку, ведь это главный показатель того, случилось с ней что-то или нет. Русалочка, ты пойми, я не со зла. Дело в том, что я такой человек, люблю на практике проверять некоторые вещи. Ах, жрать так хочется, просто капец. Знаете, её, вот эта вот верхняя часть, совершенно точно не пострадала, кажется. Во всяком случае, я не вижу никаких дополнительных дырочек, если вы понимаете, о чём я. В этой части похоже, что тоже. Ну да, точно ничего. Так, что у нас по поводу обворожительных женских ног? Так, ну вот здесь что-то коцанка есть какая-то, но мне кажется, это осколочные повреждения, которые я нанёс слоем стекло. А, собственно, что с аквариумом случилось? Давайте-ка посмотрим-ка. Кстати, а вот это что такое? О, это части гранатомёта, прикинь. Смотри. Это вот, по-моему, часть медной воронки, вот этой вот. А вот это, походу, осколочные элементы, что ли. Смотри, какие. Медная воронка, да. Офигеть. Вон я ещё вижу часть какого-то. Часть механизма. Это, похоже, часть ракеты. Ничего себе, такой интересный хвостик, что ли. Хвостик интересный. Вот кусочек задней части, видимо, взрывателя, что ли. Вот тут я где-то вижу ещё один кусочек. Это вообще похоже на какую-то лопасть реактивного движка. Так. Но ведь этот эксперимент точно показывает, что, будь вы на двух метрах глубины, у вас есть все шансы побороться. Все шансы есть увидеться с русалочкой. Возможно, она будет чёрная. Ничего страшного. Так, ещё кусочек. Собираем картину воедино, так сказать, по кусочкам. Смотрите, какая такая фракция получилась, равномерная взрыва. То есть, я думаю, что, скорее всего, был гидроудар. Если я правильно это называю, то поправьте меня в комментариях. Вот, видите, я собрал такие ячейства эти, как соты пчелиные. Стекло-то, кстати, смотрите. Оно ведь тоже очень толстое. И тоже имеет значение при попадании. Но миф разрушен. Нельзя быть чёрной русалкой. А вот и, собственно, труба, которая вместе с осколками не причинила никакого вреда нашей русалке. Хотя она, конечно, не очень-то наша по цвету губ. Нельзя такой намалёванной ходить. Типа, будь аккуратнее. Мы, кстати, её заберём с собой и используем ещё раз. Ну, вы понимаете. Посмотрите-ка сюда. После того, как американский 72 LAV, его реактивная ракета, залетела в аквариум, он разнёсся не вперёд и назад, он разнёсся по бокам. То есть, давление было такой силы, что он разлетелся, вот этот вот стеклянный аквариум, на разные фракции, вот такие, в основном преимущественно от 10 сантиметров и до самых маленьких. И вот здесь у нас стоит сломок камеры, которую засыпало осколками и знатно. А ведь эта камера стоит ни много ни мало полтора миллиона рублей. Во всяком случае, мы взяли по дешёвке. Так что это был день, когда сегодня она практически не погибла. Давайте-ка ещё раз взглянем на слому и посмотрим, что же там произошло на самом деле. Смотрите, какая история происходит. Я попадаю в середину. Кумулятивная струя где-то полметра, наверное, действует. И там и гаснет. А вот этот вот, собственно, пороховой двигатель, он под действием инерции двигается и пробивает заднюю стенку этого аквариума. И падает под ноги нашей замечательной русалки. Вот и всё, господа. А дальше осколки летят в сломок камеры, и она едва выживает. Короче, всё просто. Мы построили этот аквариум специально для вас. Мы делали его три недели. Залили туда тонну 100 килограмм или 1100 литров. Поставили русалочку бедную, из пруда вытащили. И всё это, чтобы показать вам, что если у вас есть дома аквариум, лучше, если он будет побольше. Мало ли, вдруг война. Что ж, друзья, вот такой эксперимент у нас выдался сегодня. И с вами крупнокалиберный переполох. И не переключайтесь. Дальше будет интересней. Команданте. Ты что-то сказала? Что ты делаешь сегодня вечером? Да какой? Ладно. Субтитры подогнал «Симон»